Задача всегда максимальная. Хотел бы сказать отдельное спасибо болельщикам, которые смотрят, и попросить прощения за такую игру. Мы будем работать и будем показывать результат, то есть только победы. По поводу игры, конечно же, результат был максимальный. Не было никакой недооценки. После Одессы приехали, готовились к игре, надо было выигрывать. Не выполняли защитные установки, где-то проваливались, не делали фолы быстро и забили нам очень много трех свободных, очень много. В защите пытались, где-то не получалось, будем работать. Окей, для начала хотел бы поздравить Химик с победой. Заслуженно победили. Что по нам? По нам провалили в первую очередь защиту. Ненападение. Окей, процент трех очков, все остальное, это часть игры, и, к сожалению, ты это не можешь контролировать. А по защите большие претензии. Да, не всю игру, но очень много дали легких очков. Самым сложным сегодня было сдержать больших игроков соперника, действительно большие, мощные вильки. Мы очень тяжело играли, нужно было сдержать соперника и справиться в защите. Что касается того, чтобы выиграли энергию, потому что мы знаем, что они играют тяжело, поэтому мы вышли, мы вышли, мы вышли, мы вышли, мы вышли, мы вышли, мы вышли. Мы очень много отдали энергии в этой игре, добились победы, самое главное. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Добрый день. Добрый день. Поздравляю всех с победой. Опять же, непростой победой, как я и говорил перед этим, что Крикбас играет в очень хороший баскетбол, защитный баскетбол, старается играть прессинг по всей площадке, очень агрессивный на первом мяче, очень агрессивный на первом пасе. И нам очень важно было это, чтобы хорошая была организация нападения. И первая четверть до начала, особенно начались с двух глупых ошибок, готовились о том, что они будут агрессивны, где должны были это наказать. Немножко начали с какой-то нервозностью, но потом постепенно, потихонечку мы пришли в себя и делали то, о чем мы договаривались. Опять же, побеждает защита, и сегодня 59 очков, в принципе, неплохая защита, справились где-то с ихними лидерами. И, как сказал Дион, одна из самых основных проблем была, и мы понимали это, Владислав Коренюк, который действительно очень большой человек, скажем так, и тело большой, и рост, и знает, как пользоваться своим телом, очень хорошо блокирует в трехсекундной зоне, и с ним действительно очень сложно бороться за подбор нападений, что он и показал, 7 подборов нападений, и как команда они сделали 17 подборов, и, будь мы немного лучше в этом компоненте, может быть, было где-то немножко бы проще, но уже есть как есть. Поэтому еще раз всех поздравляю с этой победой, поздравляю Доминика с днем рождения, которое было у него 7 числа, и сегодня Дион, поздравляю его тоже с днем рождения. Ребята преподнесли себе и всей команде подарок на день рождения. Всем спасибо, готовимся дальше.